Екатеринбургские блогеры, называющие себя ЖЭКа и Евреи, получившие известность благодаря многочисленным разоблачениям мошенников, решили проверить эффективность собственной работы. За два года они вывели на чистую воду с десяток контор, назвавших себя агентствами по найму персонала или аренде недвижимости, но реально занимавшихся оказанием платных информационных услуг, причем услуг совершенно бесполезных. Мы приходили туда с пострадавшими, мы приходили туда одни и испытывали на себе их мошеннические схемы. Мы там устраиваем кипиш, вызываем полицию, пишем вместе с пострадавшими заявления. Но есть ли от этого какой-то толк? Первой на очереди у нас будет контора с названием 21 век, где барыги собирали по тысяче рублей за заключение якобы трудового договора. Это наш самый первый ролик про контору. Эх, были времена. Вы же на самом деле никого никуда не устраиваете. Чего я там делаю? Ну блин, отзывы, потому что люди пишут. Молодцы люди. Потому что люди нам сообщают, что у вас здесь контора, так называемая, которая заключает такие договоры. Работа есть, но не от вас это как бы работа-то дается. Ролик был залит летом 17-го года. И барыги съехали из офиса еще тогда. На записи ничего не слышно, но охранник нам сказал, что контора съехала еще в тот же год. Поздновато мы пришли, но идем дальше. Еще одна подобная контора, называвшая себя Родиной, работала в офисном центре на Малышево-28. Мы пришли за деньгами. Мы за деньгами пришли. Деньги где? Что за *** пришли? Ты что, такой смелый что ли? Следующая на очереди оказалась контора Родина, которая работала по аналогичной схеме. Обещала много высокооплачиваемой работы, высокие коэффициенты, большие выплаты, профессионализм сотрудников. Короче, они тоже за заключение трудового договора брали по тысяче рублей. А потом максимально отмазывались. И не давали, конечно же, никакой работы. Как все сильно поменялось. Дальше у нас Витя-Коля легендарный, Родищева-12. Витя-Коля. Коля, у тебя стол сломан. Я тебя не трогаю. Именно в этом коррекции. Именно в этом месте. Вот смотри, как нормальное выглядит. Обучение. Вот, вот, все по красоте. Иди сюда, пошли. Пошли, иди сюда. Руки убрали? С нами пошли. Раз ты нас выгоняешь, то пошли тоже с нами. Давай, давай. Сюда иди. Сюда, говорю, иди, сюда, иди. Сюда, говорю, иди. Тут и в локу. О, перцовку достал. Эта контора занималась обманом в сфере найма. Жилья. Люди просто тысячами оставляли там деньги и взамен ничего не получали. А потом приходили разъяренные и просто засирали сотрудников в конторе. Благодаря шумихе, которую мы там подняли, удалось привлечь внимание собственника помещения. И этих барыг выкинули оттуда в ближайшие же дни. Видите, как это все классно стало, а? Следующая контора тоже занималась типа арендой квартир. Она удачно скопировала название «этажи» у огромной компании, которая работает по всей России. Однако эти черти сидели в маленьком офисе. Точнее, там сидел один чувак, который раскрыл рот, когда нас увидел. Это был один из тех роликов, где нам реально удалось обманутому человеку вернуть деньги от кидау. Это вроде, да? Да, подожди. Это же? Это, блядь, была. Да? Мы туда никуда не проходили. Точно здесь? Офис уже прикрыт абсолютно. Но что-то мне подсказывает, что очень много народу они вот так вот успели развести в свое время. В смысле не материтесь? Не тыкайте? Да у меня ловит, если я чё сделаю? Наговорок это вот. В эту контору мы ходили в августе 17-го года и подняли там приличный такой ор. И это все тот же пресловутый 21-й век, который у безработных работяг забирал последние деньги. А здесь было, здесь вроде вообще какая-то уродская. Здесь двери другие были. Так свет не горит никого нет. Зачем? Где? Видишь, свет не горит. Все, вот. Как видите, сейчас там сидит уже другая компания. Хоть двери и закрыты, но хотя бы табличка уже приличная. И не тот колхоз, который был раньше уж в реальной организации. А эти облупленные стены в самом центре города держали когда-то женщин, которые народ разводили. Якобы предлагая работу и параллельно переписывали тебя в свой пенсионный фонд. Незаметно так, чтобы ты даже ничего не понял. Мы работаем с законом, вот это что делать, я нашел. Друзья, у нас есть вопрос. Да. Сейчас подзвинились, вот так и пришли, понятно, кто-то запутан, кто-то на ком переводит. У вас не переводят. Я же вам сказала, вам поступит звонок. Пятый этаж. Да, на. Пятый этаж 16. Вот 15, 20, 17. А где он? Ну что, какой этаж? Вообще офисы не существующий. Этот офис вообще мистическим образом пропал. Не то чтобы барыги съехали, так он вообще перестал существовать. За время своей охоты на всевозможных информационных мошенников, Жека и Еврей поняли, что жуликов можно найти как в облупленной подворотне, так и в бизнес-центре категории А. Пресловутый 21 век предпочитал дорогие офисы, в том числе в бизнес-центре Манхэттен. А конкретно вот этот. Здрасте. А мы куда попали? Куда вы хотели? А что там сейчас находится? Что вы хотели-то? Да не важно, что здесь находится. А как не важно? Все равно что-то тайное. Ну, хорошо. Как же работает? Там просто интересно узнать. Таблички просто нет, мы, я думаю, спрашиваем. До свидания. До свидания. Сейчас там сидят какие-то мутные дядьки, но офис выглядит довольно обжитым и приличным. Лишь по одному из восьми старых адресов пранкерам Жеки-еврею удалось найти ту же сотрудницу, с которой они раньше имели дело. А помните вы вот этот вот ядреный видос, который называется «Облава на контору по фейковому трудоустройству». Компания называлась ООО «Север» и размещалась в доме номер 12а по улице 8 Марта. Эта женщина из ролика тогда отписалась нам в комментариях. И написала она там, что пошла на эту работу не от хорошей жизни. Ее можно понять, но следующее ее сообщение – швыряли и в лицо мне долбили, хотя я им не грубила. Ну, это уже откровенная клевета. Такого точно там не было. И поэтому я подумал, ну, надо к ней еще раз сходить, узнать, а что, когда это мы ее долбили-то там, да в лицо швыряли. Здравствуйте, добрый день. Здрасте. Мы пришли к вам в гости пообщаться. Вы не заняты? Да, не там. А вы же к вам с добром просто пообщаться пришли. С вами тоже с добром, мне некогда. Сотрудница ООО «Север» оказалась не из трусливых, вышла с пранкером на улицу и рассказала, что в основном занимается честной деятельностью. Мы думаем, что это обман. Работа никакая не предоставляется, люди платят за деньги. Отзывы просто ищут. Отзывы. Три отзыва вы увидели? Не помню, сколько это было давно. Три отзыва, я вам скажу, три отзыва. Смотрите, а я работаю 8 лет. Так представляете, за 8 лет. Вот этим вот делом 8 лет. Каким вот этим делом? Ну и вот именно вот этим. Если бы 8 лет, и это был бы полностью обман, я бы тут давно не сидела. И в офисе я там сижу, не первый день. То есть это не полностью обман? У кого-то не устраивает, все люди разные. А в чем тогда обман, а в чем правда? У кого-то не устраивает по работе, например, по зарплате. То есть работа сама-то, она есть? Есть. Она по факту, есть работодатель там есть. Есть. Но людей не устраивает то, что надо платить деньги. И деньги не устраивает, конечно, что платят. А что еще не устраивает? Ну, бывает, что, например, не проходит он. В общем, ребята, какой итог? Да, смысл от наших походов есть. Как видите, почти ни одного офиса уже не осталось. Никто уже не разводит людей. Это конторы однодневки. Они просто все собрали, бабочки с населения, и свалили. Разбежались кто-куда. Так что, ребята, не попадайтесь на уловки мошенников. А если и попадетесь, то, ну, пишите нам в группу ВК. Может, мы сходим, разберемся.